Девушки отдыхают Уи, 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 прости, вот вас. Почему нам Apple не заносит? Супер, мне кажется, это было одно из лучших интервью за последнее время. Расскажи немножко о себе. Я начинал разрабатывать на Microsoft стеке. В свое время это был популярный C-Sharp, SP.NET. Если кто-то помнит еще эти времена. И потом постепенно я перешел на JAL. Я разрабатывал сервера на Java. И в какой-то момент понадобился разработчик под Android. Так как на Java я что-то мог, я решил все-таки взять под себя Android проект. И с тех пор я занимаюсь мобильной разработкой под Android. Вот уже, наверное, 6 лет. И сейчас я руковожу подразделением Android разработчиков в Mail.ru и отвечаю за несколько проектов на Android. А у тебя большая команда? Сейчас команда у меня 4 человека. И мы планируем расти. Надеюсь, что команда увеличится. Каково это быть руководителем? Наверное, это такой не очень простой вопрос, потому что в какой-то момент ты разрабатываешь, 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 и у тебя появляются люди, которые готовы прийти к тебе и спросить какого-то совет. И когда ты получаешь какую-то роль руководителя, собственно, особо ничего не меняется. Ты так же продолжаешь разрабатывать, а к тебе так же приходят и спрашивают советы. Наверное, просто ответственности за то, что делает вся команда, на тебе становится чуть больше. Как это выражается? Если мы как команда гарантируем выпуск кода продукта в срок, то за это есть какая-то моя личная ответственность, за то, чтобы вся моя команда сработала так, чтобы результат был гарантирован нашим заказчикам именно на тех условиях, на которых мы этот проект или продукт, или задачу эту взяли. Правильно я понимаю, что ты не говоришь о коллективной ответственности, что ответственность лежит на тебе как на исполнителе? Ну, тут, наверное, есть некие вектора. То есть если мы рассматриваем команду и руководителя как подразделение, то для всех нас у нас есть некий шаринг ответственности, некая коллективная ответственность. Для наших заказчиков все-таки ответственный есть один человек в виде руководителя, с которого все-таки можно какие-то требовать гарантии и результат. То есть получается, что есть какой-то заказчик. Ты как руководитель и ты ответственен перед заказчиком. Есть твоя команда, которая по факту ответственна перед тобой, чтобы выполнить свои задачи. Да, как-то так. Как ты добиваешься ответственности от своих подчиненных? Я склонен считать, что каждый человек, он работает за какую-то выгоду для себя. За еду. Есть ряд таких людей, которые любят работать за еду, но чаще все-таки людьми двигает что-то другое. Кто-то действительно хочет потрогать что-то новое, какие-то технологии, порешать какие-то сложные задачи. Кто-то просто банально хочет денег заработать. И это его право. Все хотят жить хорошо. Я стараюсь мотивировать людей тем, что им интересно. За счет того, что они чувствуют какой-то фидбэк и чувствуют постановку задач такую, как им было бы интересно, они все-таки готовы брать на себя какую-то ответственность в выполнении этих задач и я стараюсь, чтобы эта ответственность исходила от них. Не так, что я им ставлю как-то административно какие-то сроки, рамки, задачи и обязую их что-то выполнить, а так, что они все-таки сами исходят из какой-то инициативы и сами гарантируют какой-то результат. И в такой команде довольно приятно работать и комфортно очень. Как ты думаешь, какой уровень детализации задач необходим или достаточен для того, чтобы проявлять такую ответственность? Это, опять же, зависит от уровня конкретного участника моей команды. То есть если человек не очень опытный, либо только начинает свой путь в карьере разработчика, то, конечно, он требует более внимательного отношения к себе и более четкой детализации задач. И ответственность, конечно, у него тоже более гранулирована и детерминирована, то есть он может взять ответственность только за какой-то этап выполнения работы. Если же мы говорим о каком-то опытном сотруднике, то я с уверенностью могу рассчитывать на то, что он возьмет на себя большую задачу, состоящую из нескольких этапов, он сможет ее сам декомпозировать, найти какие-то проблемы, с ними справиться и прийти к результату на основе каких-то своих опытов и знаний. ВОЛИТЕЛЬЧЕНКОЙ КОНЕЦ. Я не знаю, что я руководитель, и вот Вася, это middle, middle, иди сходи к джуну, что-то там поделай. Ну нет, просто очевидно, что есть какой-то опыт и есть какие-то знания. И когда опыта чуть меньше, все коллеги более опытные, готовы это понять и помочь, и не относиться к какому-то новичку. И, конечно, когда в команде какая-то дедовщина процветает, это, конечно, очень-очень не очень. ВОЛИТЕЛЬЧЕНКОЙ КОНЕЦ. Какая атмосфера у тебя в команде? Вообще у нас довольно дружественная атмосфера в команде. У нас довольно высокий уровень взаимоуважения, и ребята относятся друг к другу с пониманием, и очень, ну, все с радостью делятся опытом и помогают друг другу в решении каких-то задач. Поэтому за атмосферу в команде я спокоен, и я могу спокойно оставить этих ребят, уехать на две недели в отпуск, и я знаю, что там будет все в порядке. ВОЛИТЕЛЬЧЕНКОЙ КОНЕЦ. Ты говоришь, что вы ищете еще новых сотрудников. А как проходит этап интеграции? Этап интеграции — это, конечно, стресс для того, кто приходит в команду, ну и для команды в целом, потому что новый сотрудник все-таки это какой-то новый человек, которого надо как-то интригировать, и понять, как с ним выстраивать отношения, и как к нему относиться, и как с ним работать. В то же время коллеги, которые работали в команде, в коллективе уже долгое время, еще не знают об опыте этого участника, об его каких-то личных качествах, и тут необходимо, чтобы прошло какое-то время. Я стараюсь интегрировать сотрудников так, чтобы у них появились общие задачи, то есть посмотреть, в какой паре, какая пара будет более продуктивной, и какой из членов текущей команды, может быть, лучше как-то сойдется, и на основе как раз вот с этой стороны проводить интеграцию уже в дальнейшем. Я знаю, что ты разрабатываешь мобильное приложение для новости в Mail.ru. Мог бы ты рассказать немножко о его архитектуре? Мы рассмотрим процесс проектирования приложения новости под Android. Это приложение с довольно большой историей, и там накопилось довольно много проблем. И если рассматривать его с архитектурной точки зрения, то, в общем-то, там достаточно связанный код. Часть работы с данными, она находится в отображении, все перемешано, достаточно хаотичные связи между компонентами, и нам хотелось бы это как-то переработать. Мы решили в нашем проекте применить освоенную архитектуру и применить подход к архитектурной MVP. MVP разделяется на три компонента — это Model, View и Presenter. Соответственно, что мы делаем в рамках нашего приложения? Мы берем наш старый код и отделяем компоненты View. Логику View относим в Presenter и всю работу с данными уносим в модель. Что важно здесь сохранить для того, чтобы приложение было тестируемым и достаточно инкапсулировано в контексте своей логики. Необходимо всю работу с системой и с системными компонентами, которые так или иначе зависят от контекста, оставить либо на стороне View, либо на стороне модели, либо, если мы говорим о каких-то компонентах системы, таких как Location Manager и прочие вещи, которые зависят от контекста, вынести на какой-то сервисный слой и реализовать их отдельно. Основную же логику работы с данными и логику управления отображением мы используем на слой презентеров и делаем это так, что он является независимым от непосредственно самой платформы. Это позволяет нам тестировать этот слой, покрывать это юнит-тестами и не зависеть от инструментов и компонентов платформы. Данные в нашем случае ходят по некоторым правилам. Соответственно, View создает некие события, которые попадают в презентер. Презентер эти события каким-то образом обрабатывает. Если необходимо, он идет за данными. Далее модель обрабатывает запросы на сервер. Здесь у нас могут быть вызовы API. Здесь мы можем входить в локальный storage и здесь же может быть наш кэш. Каким-то образом модель обрабатывает эти данные. Возможно, делает какую-то композицию и обработку и затем по каким-то каталогике выбирает необходимые источники данных. Запрос возвращается в презентер и презентер устанавливает новое состояние с новыми данными для View. Я стараюсь применять подход, в котором View обладает минимальной логикой и практически не определяет какой-то функциональности внутри себя, т.е. всю работу по отображению, по логике отображения мы вносим в презентер. Это позволяет нам достаточно хорошо покрыть тестами в том числе и логику отображения и бизнес-логику, которая также определена на нашем слое презентеров. Слои модели и все API мы можем определить какими-то интерфейсами функциональными и унести работу с системой еще дальше на реализацию этих интерфейсов. Таким образом, саму логику взаимодействия с данными мы тоже можем протестировать посредством обычных UI-тестов на GVM, не касаясь непосредственно Android и контекста в целом. РОМАН РЫБАЛЬЧЕНКОВ Расскажи сейчас про рынок Android-разработчиков. РОМАН РЫБАЛЬЧЕНКОВ Все сложно, если в двух словах. Мы сейчас в поиске хорошего middle-разработчика, т.е. по уровню как раз ответственности такого, который был бы самостоятельным и брал бы на себя какие-то большие задачи и доводил бы их до конца с минимальным вмешательством и минимальным контролем. И на этом уровне довольно трудно найти кандидатов, которые могли бы нас удовлетворить и в которых я бы видел как раз те качества, которые я хочу видеть от такого кандидата. В то же время есть менее опытные и более молодые специалисты, которые выглядят достаточно перспективными, если вкладывать в них время и ресурсы более опытных. Если у них будет наставник, то я уверен, что из них получится хороший специалист. РОМАН РЫБАЛЬЧЕНКОВ Как думаешь, чем связана нехватка специалистов в высоком уровне? РОМАН РЫБАЛЬЧЕНКОВ Ну, мобильная разработка сейчас очень популярна, и я считаю, что все хорошие специалисты сейчас заняты в большинстве в хороших компаниях, в хороших проектах. И для того, чтобы появилась мотивация что-то поменять, нужно предложить действительно что-то уникальное и действительно что-то очень интересное. Либо это может быть какая-то другая мотивация, которая могла бы какие-то плюсы перекрыть. Молодых разработчиков сейчас становится больше как раз потому, что студенты видят и понимают, что эта область достаточно перспективная и очень популярна и востребована, поэтому они стараются актуализировать свои знания и как-то войти в этот рынок мобильной разработки. Поэтому я думаю, что как раз это и есть причина, что много проектов, необходимо много кадров, но хороших, опять же, опытных ребят ввиду как раз молодости этой отрасли не так много сейчас. Поэтому мы видим то, что видим. А в чем популярность этой сферы? Ну, когда-то популярен был веб. С некоторого времени, там несколько лет назад, многие большие компании объявили своей стратегией подход Mobile First и стали портировать свои продукты на какие-то мобильные устройства разного рода. Плюс сейчас довольно интенсивно развивается какая-то символ электроника, инструменты дополненной реальности, виртуальной реальности, которые так или иначе пересекаются с мобильными платформами, которые сейчас доступны. Все это и способствует этому буму мобильной разработки. Люди хотят иметь какие-то источники информации у себя под рукой, в кармане, возможно, на глазах, на лице, где-то ещё в ушах. Это всё двигает именно Mobile, двигает потребность в переносе больших тяжелых решений в карман, в руку. РОМАН РЫБАЛЬЧЕНКОВ. У тебя есть опыт и серверной разработки, и сейчас Android-разработки. Что сложнее, что прочее? Вообще, какая разница? ПЕЙ ВАЛЬЧЕНКО ВМОЛЬЧЕНКОВ. Нельзя так однозначно ответить на вопрос, что сложнее и что проще. Здесь своя специфика. и мобильная разработка, она интересна тем, что на самом деле ты в каком-то виде full-stack разработчик. У тебя есть и фронт-часть, и какой-то бэкэнд мобайл, и есть какой-то элемент API, который тебе необходимо реализовать, серверные взаимодействия. На устройстве в большинстве каких-то более-менее серьезных приложений есть какая-то довольно большая бэкэндная часть, которая скрыта от пользователя. На бэкэнде же тут скоп задач, он достаточно понятен и ограничен именно задачами, не связанными непосредственно с пользователем, то есть это как раз одна из частей мобильного приложения, которая масштабирована, которая просто приведена в большую форму какую-то, более сложна и требует каких-то других ресурсов. Ну и, конечно, по причине того, что нагрузка на бэкэнд, она значительно выше, чем нагрузка на бэкэнд мобильного приложения, там актуализируются вопросы балансировки нагрузки, распределенных каких-то технологий и так далее. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что в обоих этих областях есть задачи, которые необходимо решать, они есть сложные как в мобайле, так и на бэкэнде. Это просто какие-то личные, наверное, интересы каждого и личный приоритет. Наверняка у тебя были какие-нибудь нештатные ситуации. Расскажи какой-нибудь случай. Как-то раз мы запускали продукт. У нас был намечен релиз в определенное время. Это был первый запуск этого продукта. Мы запустились и оказалось, что при типичном пользовательском сценарии приложения Crashets. Это была самая первая выкатка и, конечно, мы тут же бросились исправлять эту ошибку. Это была ночь, фикс-бага, раскатка в маркет, но все закончилось удачно, но тем не менее такие ситуации иногда случаются. Почему такое произошло? Трудно сказать, почему это случилось. Есть ряд причин, почему такое происходит. Мы пытались успеть к релизу и в последний момент решили сделать небольшую доработку, чтобы как-то улучшить экспириенс пользовательский и чуть-чуть поменять поведение UI. Решения, принимаемые в последний момент, тем более в тропях, они редко бывают хорошими. Все, что могло пойти не так, оно так пошло. Мобильная разработка накладывает определенные ограничения на скорость релизов, потому что ты завязан на маркет. Google еще делает это достаточно быстро, Android может это делать неделями. Это как-то влияет на циклы разработки. Да, безусловно, мы должны учитывать, что релиз появится у пользователей не сразу. Больше того, существует ряд пользователей, которые никогда не обновятся, то есть мы всегда должны понимать, что каждая выпущенная версия, она фризит на какой-то версии приложения часть наших пользователей, они никогда не обновятся, это необходимо учитывать при обновлении API и взаимодействии сервера нашего приложения. Также мы всегда придерживаемся стратегии поэтапного раскатывания релиза на пользователя, поэтому, когда мы планируем какую-то версию, мы учитываем время на разработку и затем время на доставку этого приложения до пользователя, и оно примерно равно времени как раз на разработку текущей версии, то есть если мы говорим о недельных каких-то итерациях, то неделю мы, собственно, собираем версию и затем неделю мы катим на наших пользователей. Довольно распространенное решение, когда продукт выкатывает много АБ-тестов, но при условии, что ты можешь выкатить только один продукт и с релизом раз в неделю или в две, как проводятся тесты в мобильных приложениях? Мы во всех наших приложениях применяем инструментарии АБ-тестирования. У нас каждая фича, почти каждая фича выезжает в двух каких-то разных версиях, как с точки зрения UI и UX пользовательского, так и с точки зрения возможной какой-то реализации. И мы после релиза, собственно, все приложение в большей степени обвешано какими-то метриками, событиями и кучей собираемых данных, пытаемся сегментировать пользователей и включать те или иные версии для нашей фичи. Какие-то фичи мы включаем в АБ-тест для небольшой аудитории, потому что мы считаем, что есть какой-то приоритетный паттерн, который мы считаем наиболее удачным, и есть экспериментальный, который мы хотим попробовать и посмотреть, как он на пользователях скажется. Тогда мы можем использовать достаточно неравномерное распределение пользователей. Часто мы делим аудиторию пополам, показываем оба варианта и на основе метрик, на основе каких-то событий, которые мы собираем в наших системах аналитики, мы можем понимать, как это влияет от наших пользователей или нет. Если ты увидел влияние, можешь ли ты без релиза каким-то, не знаю, параметром, каким-то попытным флажком изменить поведение приложения для всех? Да, конечно. У нас все АБТ-сты управляются через бэкэнд, и мы можем через бэкэнд подключить половину приложения, и пользователь какую-то часть никогда не увидит. Мы стараемся впоследствии избавляться от dead кода, но не всегда это удается. Но, тем не менее, поведение приложения, оно настраивается в какой-то степени из бэкэнда. Не все можно настроить оттуда, но, тем не менее, большую часть мы можем как-то адаптировать. Это какие-то готовые решения или вы написали это все самостоятельно? На текущий момент мы используем готовые решения от Google — это Firebase Remote Config. Также мы используем решения, разработанные в нашей компании — это решения от MyTracker, MyTarget, от наших рекламных технологий. И я знаю, что у нас сейчас готовится продукт, который поможет улучшить поведение Firebase, Remote Config и сделать возможность конфигурирования приложения намного более быстрой и своевременной, нежели это позволяя у этих инструментов Google. déce Так, ну, давайте создадим новое Android-приложение, вот оно у меня уже есть, у нас довольно простой layout, и уже нет TextView. Добавим, я иди для нашего TextView, и будем менять текст в TextView в зависимости от конфигурации Remote Config. Для этого нам необходимо завести приложение Firebase, приложение мы уже завели, добавим настройки, загрузим конфиг файл, и положим его к нам в проект, и вот он у нас на месте, добавим Firebase SDK и добавим плаги. Все отлично. Нам необходимо задать значение по умолчанию для нашего Remote Config. Заведем значение параметра Text, и значением будет Text from Firebase. Заведем ошибку, если обновить параметры нам не удалось. Заведем значение из Remote Config. И заставим дефолтное значение на тот случай, пока у нас Remote Config не обновился. Теперь попробуем провести A-B-тест. Эксперимент. И зададим Firebase. Эксперимент. Сейчас у нас устройство на Android API 27, Android 8, и зададим ограничение. Давайте по языку отфильтруем. Возьмем пользователей с русским языком, и в качестве значения по умолчанию оставим текст на английском. Заменим язык на устройство. И посмотрим, что у нас изменилось в приложении. Мы видим, что здесь стоит тайм-аут, дефолтный вызов метод, который принимает тайм-аут в качестве значения. И укажем тайм-аут, ну, допустим, 10 секунд. Добавим кнопку, по которой мы будем обновлять данные. И давайте сделаем обработчик. Вот сюда. Ну и, наверное, стоит назвать кнопку Update и поменяем текст, чтобы это больше соответствовало действительности. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Да, разумеется. Текст поменялся. Далее мы можем управлять этим параметром на лету. Давайте попробуем. Текст обновился. Так мы можем довольно гибко настраивать наш UI и менять поведение приложения прямо на лету, меняя значения параметров Firebase и, соответственно, обрабатывая эти параметры на стороне приложения, мы можем подменять полностью UI и некоторый функциональный элемент в нашем приложении. Окей, конкурс. Что ты приготовил для наших зрителей? У меня есть интересное задание. Я люблю музыку, и я хочу вам предложить поискать самый интересный музыкальный плагиат среди всех исполнителей, которые вы слушаете. Находим оригинальную версию и находим какую-то более современную, которая явный плагиат с того, что было в оригинале. За лучшую версию мы подарим подарок. Вот такую вот сумку. Отлично, спасибо. Windows, Macintosh или Linux? Linux. У тебя рабочий компьютер не Mac? Mac. На нем стоит Linux? Нет. Почему? Меня жутко болит от Mac, но Retin еще никуда не перенесли, поэтому приходится как-то существовать. Стартап или большая компания? Сейчас большая компания, но у меня был опыт стартапа, и это очень интересно. В чем разница? В большой компании ты занимаешься процессами, ты оптимизируешь работу команды, и ты четко понимаешь, что ты должен делать в стартапе. Ты можешь не знать, что тебя будет ждать на следующий день. Сегодня ты чинишь баги в Android-приложении, а завтра ты развертываешь конфигурацию и занимаешься разработкой какой-то инфраструктуры и так далее. И такой диапазон интересных задач, он может привносить довольно много фана в работу, и это очень интересно. А сетью или там-там? Телеграм. Вконтакте или одноклассники? Нет социальных сетей. Вообще ни в какой? Есть в Вконтакте, но не хотел бы. В каком редакторе работаешь? Android Studio и Vim. Каким бы супергероем ты хотел быть? Завтра-мен. Какая у него особенная способность? Все будет, но завтра. Кажется, ты и сейчас можешь быть завтра-меном. Я хотел привести съемку на завтра. Какую последнюю книгу ты прочитал? Kotlin in Action. Какое последнее приложение тебя удивило? Если брать не приложение, но технологии, меня удивили последняя презентация очков от Intel, если я не ошибаюсь, с проецированием изображения на линзу. При этом они выглядят как нормальные очки, а не как Google Glass, в котором ты одел чуть ли не шлем виртуальной реальности на глаза. Покупать или продавать биткоины? Пять лет назад покупать. У нас в студии был Кирилл Филимонов, руководитель группы разработки Android. Спасибо, Кирилл. Спасибо, Паш. Remember Mac Данимов. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Кирилл.